Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если раньше вся обслуга в сканерах лежала на одном пакете, то теперь по причине, уж не помню какой, взяли и выделили... То подмножество, которое не относится, собственно, к программе XSane, их библиотеке XSane, а которое относится к правилам раздачи прав доступа к этим самым сканерам, выделили в один пакет отдельный. Он новый. Естественно, от него, вообще говоря, никто не зависит. Теоретически вы можете поставить XSane прямо без него, и он будет работать, если, конечно, вам удастся получить право. Ну вот, и, соответственно, вот тот самый полисикит, о котором сейчас шла речь. Соответственно, без установки данного пакета, который определяет правила доступа к различным устройствам, к которым, ну, свальный доступ не разрешен, нужно, чтобы к нему был доступ персональный. Вот. Без установки этого пакета отдельно система работать не будет после обновления. Таких примеров довольно много. Понятно, как это можно решить. Можно, например, определить некий такой мета-пакет, пустой, в котором будут только зависимости на другие пакеты, и назвать его там базовым пакетом дистрибутива. Вот. И туда включить все-все-все-все-все, что должно быть в дистрибутиве, в том числе и новоустанавливанные пакеты. Тогда обновление такого пакета приведет к доустановке. Вот. Я не знаю, так, по-моему, не очень часто делают, хотя делают какой-нибудь мета-пакет типа КДЕ, он тащит с собой весь КДЕ со всеми теми зависимостями, которые нужны. Вот. Ну, это как вариант. Зачем я все говорю? Я хочу, чтобы вы себе представляли вот достоинства и недостатки работы с системой, использующей глобальное пакетирование. Вот. И, собственно, там, где достоинства, то место, где достоинства прекращаются, начинаются недостатки. Вот это место такое, что инструментальные зависимости, они хорошо поддаются наследованию, а неожиданные, неожиданные логические, которые невозможно ни вычислить, ни предписать, их нужно отдельно, про них нужно отдельно договариваться. Да. Теологически зависимости, почему, например, если вы произвели такое изменение, что есть пакет, который не требовался, хоть другой пакет, практически не было. Ага. Вы появились, да. И у вас не потребует зависимость, если вы требовали пакеты, а почему-то... Зависимость тех чего? Значит, вы должны изобрести какой-то пакет другой. Может, как-то версия изменения зависимости. Может, может. Я про другое спрашиваю. Смотрите, на основании требований кого, к вам в систему внезапно должен быть установлен новый пакет. Сдавание требований одного предназначения пакета. Нет, нет такого понятия требований обновления. Есть требования только пакета. Значит, в каком-то другом пакете должна появиться зависимость на этот новый. Он же как-то нужен? Что-то происходит? Он нужен только потому, что в новый дистрибутив он включен. Давайте еще раз рассмотрим пример со сканерами. Вот у нас был пакет, в котором лежали одновременно и утилиты для работы со сканером, и правила раздачи доступа к этим сканерам. Теперь его взяли и распилили на два. Теперь у нас есть отдельно утилиты работы со сканером, а отдельно правила для раздачи доступа. Что, в общем, разумно. Потому что, во-первых, далеко не всегда эти правила нужны. Потому что иногда вообще весь этот полисикит не используется. И тогда попытка установить эти правила приводит к по зависимостям установку целого полиса кита, который начинает там хозяйничать. Но где-то-то надо прописать, что эти правила нужно устанавливаться. И непонятно где. Если их обратно вернуть в зависимости на эти правила внутрь пакета со сканерами, тогда непонятно, для чего происходило разделение на два. Надо предусмотреть специальный интерфейс варнинга, в котором... Да, такое есть. Но если мне не изменяет память, в современных... Не так, в популярных пакетных установщиках нет отдельного специального интерфейса на подобные штуки. Для этого есть конфигурация? Да, в Debian для этого есть конфиг. В Debian пользуются стадией конфигурации для того, чтобы такие вещи... Да, естественно. Но это понятно. Но теперь смотрите, получается, что вы как мантейнер должны предусмотреть подобную штуку. Вы должны объяснить пользователю, что в случае, если у него внезапно не стоит какой-то из тех пакетов, которые вы считаете, что он должен стоять, что он у него должен стоять. Ну, понимаете, да? Это немножко в стороне лежит от основной деятельности обеспечения работоспособности самого приложения. Как правило, таким вещами занимаются именно дистрибутивы-строители. И они-то уже поддерживают такую штуку. Ну, допустим, есть линейка дистрибутивов, там, не знаю, какой-нибудь школьный Linux наш, да? И в качестве отдельной фичи в отделе тестирования берут, ставят пятый школьный Linux, а потом, значит, обновляют его на шестой. И смотрят, что сломается. Если оно сломается, изобретают такие специальные пустые метапакеты, в которых говорят, вот, пожалуйста, для того, чтобы новый дистрибутив работал, туда нужно доставить то-то, то-то и то-то, и еще сконвертировать конфиги. Да? Это делают дистрибутивы-строители, потому что это они видят ситуацию в целом. Как причиной монтейнера через одну дистрибутивы-строители? Мы об этом поговорим чуть попозже. Монтейнер занимается одним приложением, дистрибутивы-строители занимаются дистрибутивами. Да? Но мы об этом будем говорить. В данном случае у Майкзайна, который занимался проявляемый скайтером, в данном случае все понятно. Да, вот в данном случае вы правы. В данном случае на самом деле человек просто проявил, условно говоря, лень. Надо было задуматься о том, что когда он разделяет этот пакет, то все повалится реально. Ну да, такое тоже бывает. Окей, давайте лучше вернемся к нашей теме. Напоминаю, что вот была тема с пакетами. Я так, мы немножко присуждали на эту тему. Давайте вернемся к вот чему. Смотрите-ка, из того, что мы говорили в прошлый раз, и даже из того, что мы говорили в этот раз, следует, что если вы не хотите реальных проблем с недостатками, связанными с глобальным пакетированием, то лучше в качестве исходника, источника для установки ваших программ пользоваться соответствующими базовыми хранилищами, ну, большими хранилищами, да, а в качестве инструмента пользоваться установщиком и, ну, диспетчером и установщиком. Потому что в этом случае за соблюдением цельности и работоспособности того, что у вас получилось, за соблюдением наблюдает, следит сообщество, достаточно большое. Однако бывают ситуации, когда это не так, и вам нужно каким-то образом, чтобы у вас приложение специфическое заработало на вашем Linux, которое не существует в составе хранилища. Довольно часто на сегодняшний день стала ситуация каких-то проприетарных программных продуктов, которые просто нельзя положить в хранилище, но очень хочется, чтобы они были установлены. Такой типичный пример, это какая-нибудь Opera или Skype. Вот они не свободны, более того, тот же Skype, например, нельзя распространять, его можно только скачать. Соответственно, максимум, что может предусмотреть комьюнити, это если ему хочется, комьюнити, это придумать такой пакет, который скачивает и правильным образом устанавливает Skype. Такое я тоже видел, но это встречается нечасто. Как правило, все-таки люди, которые занимаются разработкой свободного софта, они весь несвободный софт мелко видели. Не то, чтобы они сильно мелко его видели, но вот не всегда у сообщества доходят руки до того, чтобы сделать такой вот пакет без пакета, пакет, устанавливая который вы устанавливаете в Skype, потому что он скачивается. Что? Некоторые несвободные драйвера так ставятся, да, а некоторые там еще как-то. Как правило, драйвера все-таки разрешено распространять. Нет, NVIDIA можно распространять в составе дистрибутива. Вот некоторые Wi-Fi, да. Давайте мы этот вопрос оставим, потому что сейчас мы говорим о другом. Там много, на этот счет есть много разных мнений. Больше, чем два. Вот. Окей. Значит, давайте вернемся к... Я ничего не рисую, и всем скучно. Давайте вернемся к разговору о несвободных программных продуктах. Значит, вернее, не так. В каких случаях вам, возможно, преподает необходимость пользоваться установкой программных продуктов, которые не находятся в составе хранилища? Напоминаю, хранилища, такие вот крупные, типа, там, Дзебяновского, Федорного или Сизифного, они там десятки, ну, более десятка тысяч разных программных продуктов. Что вам еще надо? Ну, вот очевидный ответ. Несвободный программный продукт. Skype. Что в этом случае бывает, какие у вас бывают, как бы, опции? Опция первая. Вы заходите на сайт и видите пакет прям для вашего дистрибутива или для чего-то, что похоже на ваш дистрибутив. Пакет. Несвободный ПО. На самом деле, речь идет не только о несвободном ПО, а вообще о ПО, отсутствующем в вашем хранилище. Какие, значит, какие достоинства у ситуации, что вы обнаружили пакет на удаленном сайте? Ну, в смысле, на сайте производителя. Вы в него тыкнули, а он взял и установился. Вот. Это, конечно, очень здорово, но есть и недостатки. Недостаток первый. Значит, ну, понятно, достоинство легко устанавливать. Недостаток. Кто вам гарантирует, что тот факт, что у них он установился на вашу операционную систему, на вашу Убунту, ну, то, что у них там он установился на Убунту, означает, что он у вас тоже установится. Значит, сборочные факторы, которые есть у сообщества, вам это гарантируют по причине глобальной видимости. И вот без этого оно просто не соберется. Ребята, которые сидят там, это вам гарантируют под свое честное слово. Я скажу большее. А кто гарантирует, что ваши идеи о том, как надо обновлять софт, совпадают с их идеями о том, как надо обновлять софт? То есть не случится ли так, что вы захотите обновиться кровь из носу? А они не захотят. И там все еще будет лежать старый пакет, требующий старой библиотеки, не синхронизованный с текущим хранилищем, на содержимое которого вы собираетесь перейти. Никто. Вот это, кстати, один из ответов на вопрос, который я задавал в домашнем задании в прошлый раз. Да, значит, несинхронизация. Незинхронизация с хранилищем. Кстати сказать, абсолютно такая же история, если вам с той стороны предоставляется не пакет, а целое хранилище. Мало ли что там лежит. Может, там лежат старые версии библиотеки, которые конфликтуют с новыми версиями библиотеки. Вторая, более интересная проблема, которая состоит в том, что те зависимости, которые там... Ну вот, допустим, там полноценный пакет с зависимостью, который что-то выкачивают, ну, короче, который можно установить. Далеко не факт, что те зависимости, которые в том пакете анонсированы, они вообще соответствуют полюсе. Почему? По двум причинам. Причина первая. Грамотные люди, которые делают грамотные пакеты, как правило, входят в сообщество. То есть, если вы знаете, что у разработчика депритарного софта нет человека из сообщества, из вашего, то, скорее всего, он сделает какую-нибудь кривульку. Вот. Пример – это пакет оперы для AltLinux. Он там прямо написан, для AltLinux. Знаете, что они сделали? Они сделали файловые зависимости на библиотеке. А, я рассказывал. Ну вот, в общем, да. За это надо отрывать ноги, чтобы люди больше не делали пакеты. Они правда не делают. Что, будут делать руками, думаете? Ну, может, у них лучше получится? Вот. Другой, ну, скажем, вот в Альте очень часто встречающийся вариант, что, ну, вот, не знает международный, так сказать, препритарный мир о существовании такого великого дистрибутилка, как AltLinux. Не в курсе они. Вот в Апере знают, а там где-нибудь в Скайпе не знают. Да? Поэтому вы берете пакет для Fedora и пытаетесь его ставить. Там все хорошо, только некоторые пакеты по-другому называются. Вот, называются они по-другому. Ну, другой Epic Gym Policy в Fedora. Да? Все Linux разные. Вы можете от этого избавиться, догадавшись о том, как эти пакеты называются в вашем хранилище, да? Вот там, допустим, в Сизифе, в Альте. Вы догадаетесь, руками поставите их, не синхронизация имен. Вот, поставите руками и все заработает. Ну, вот, скажем, у нас сейчас вышел дистрибутив этот самый, который Simply называется. Он специально так зачесан, чтобы в него ставился Скайп. Вот. Для этого в него заранее поставлено некоторое количество нужных пакетов, которые так вот сами из Fedora пакета по зависимости не вытянутся. Ну, какой-нибудь QT что-то там. Вот там вот у Fedora есть мета-пакет QT что-то, который ставит все нужные QT-шные библиотеки. Вот. Пытаться, как бы, всем миром, вот, синхронизовать вот эти PayPack Gym Policy довольно трудно, потому что у разных сообществ очень разные превходящие условия относительно того, какая дисциплина пакетирования хороша, какая плоха и так далее. То есть, скажем, я прямо скажу, что в Fedora очень много делается руками. Очень много, да? Мы на это пойти не можем, у нас нет такого количества людей, чтобы все это проверять, все это там вставлять и так далее. Помните, я хвастался, что спеки альтовые раза в три меньше, чем в Fedora. Вот. Наконец, никто вам не гарантирует, что эта программа будет работать так, как вы думаете, что она будет работать. Это такой, конечно, немножко параноидальный закос, да? Но мало ли что. Ну, например, никто не гарантирует, что она не попытается разложить какие-нибудь файлы прямо в USR Bing, там, еще куда-нибудь. Вот, например, гугл-обус хочет не только разложить файл, там, в кронтаб, чтобы по крону себя обновлять, что, в общем, тоже уже интересно, да, программа, которая по крону из-под рута себя обновляет. Вот. Так он еще и неправильные права выставляет на каталог в этот самый кронделе. По этой причине напрямую у Вальта он не ставится совсем. Потому что не те права, которые, да? Не нужно вообще класть не свой каталог в пакет. Вот он туда положен, соответственно, результат такой, что в Fedora он ставится напрямую, а в Вальте надо эту зависимость перековыривать. Да? То есть... Ну, это хорошо. То, что он не поставился в результате, это хорошо. Гораздо хуже, если он поставится и что-нибудь убьют. Да? Ну, там, напишу в кавычках, порча. Пространство имен локального, файловая система, еще чего-то. А разве десинхронизация имен не уходит в десинхронизацию с хранилищим целом? Смотрите. Вот. Чего-чего? Вот это сюда? Ну да. Нет. Десинхронизация с хранилищим, идея какая? У вас может все работать. Все зависимости разрешатся. Но как они собрали с позапрошлогодней библиотекой свою замечательную программу, так и продолжают с ней собирать. Уже никто не использует эту позапрошлогоднюю библиотеку. Но у вас не работает обновление. Потому что она как вот торчит у вас, как гвоздь, как клизма. Ну, неважно. И вы не можете сами обновиться, потому что либо вы должны удалить эту программу весь вместе с этой устарейшей библиотекой, и тогда на ее место придет новая. Либо вы не удаляете, и новая не приходит. Да? Речь идет... Это менее... Более тонкое не сохраняется, чем вот это. В этом случае у вас просто не поставят. И это хорошо. Вот. Значит, еще хуже, если да, если пакет думает, что он делает все хорошо, да, но в результате там он раскладывает какие-то файлы, сам их завозит. Никто же не проверял это дело на Packaging Policy. По этой причине, при прочих равных, если только, конечно, вы уже более или менее разбираетесь в вашем линуксе, и установка одним кликом вас перестала вызывать, ну, бурные эмоции положительные. Так вот, если уже установка одним кликом вас не вызывает бурных положительных эмоций, кстати, по этой вот причине, да, то, вообще говоря, предпочтительные программы, которые тихо-мирно лежат себе в бинарном архиве, вы их разворачиваете куда хотите. Вот. И они оттуда запускаются. Почему? Во-первых, следует предположить, что такого рода, значит, из архива... Что такого рода программы написаны так, что им все равно, где лежать, да, то есть вы там в какой-нибудь опт тихо-мирно кладете, и она оттуда запускается и работает. Во-вторых, можно предположить, что люди, которые не заморачиваются зависимостями, они... Ну, то есть эта программа, которая из архива, она собрана по типу изолированного пакетирования, да, что там есть нужные все библиотеки вместе с ней, правильных версий, да, и еще лучше, что она с ними статически собрана, чтобы не засорять пространство имен библиотек. Вот. И в-третьих, вы точно знаете, что это вы разархивируете этот архив, и она ничего не портит вам в системе. Какие недостатки... Какие недостатки стороннего ПО из архива? Первый и главный. Почти наверняка оно, это стороннее ПО из архива, не чисто статическое, и все равно потребует каких-то зависимостей, которые на этот раз вам придется уже добывать инструментальными средствами. То есть говорить ЛДД, смотреть, значит, каких библиотек не хватает, смотреть, значит, где у вас в хранилище есть такие библиотеки, доставлять их, смотреть, значит, получилось или не получилось. Потом, я, по-моему, в прошлый раз уже говорил, что очень любят эти люди хотеть библиотечку вообще без сунейма, то есть хотеть липчетатам.со. Не говорил, нет? Смотрите, есть такая штука, как версионирование... Про сунейм я точно говорил. Есть такая штука, как версионирование разделяемых библиотек. Идея версионирования в чем? В том, что у нас может обновиться номер версии самой библиотеки, но способ вызова функции из этой библиотеки не обновился. Мы должны дать знать об этом разработчикам, чтобы люди каждый раз не пытались пересобирать все. Что у нас вышел там какой-то багфиз, что у нас, значит, что-то там такое с ней случилось, но при этом все старые программы продолжают с этой библиотекой работать. И другой вариант, когда у нас вышло обновление такое, что изменился АБИ, и программы некоторые могут перестать работать, они могут пытаться воспользоваться содержимой разделенной библиотеки неправильно. Вот. Для этого как раз выдуман сунейм. Считается, что если не было сунейм-чейндж, то есть если новая версия библиотеки имеет такой же сунейм, что и старая, то ее можно подкладывать вместо старой свободно, и все программы будут с ней работать, их пересобирать не надо. А если сунейм изменился, то ее можно как бы либо программы пересобирать, либо собирать две библиотеки, они имеют разное имя, типа libz.so, например, это 0, это не 0, там 0, это 0, а следующая будет 0.1. Они вполне могут лежать рядом, и некоторые программы пользуются это, а некоторые программы пользуются это. Ну так вот, эти ребята, которые делают пропоритарный софт, они очень любят хотеть вот такие библиотеки. Я не знаю почему, но по практике так, да, вот очень часто бывает, и там сидишь, и либо, ну в Альте это делается легко, вы просто устанавливаете пакет libz.devil, вернее, defiz.devil, в нем входит символьная ссылка, вот из этого файла на файл там 100.0.1, после чего все начинает работать. Значит, для этого девил в пакет ставите, для его пакет. Ну для этого можно сделать только симлинку рутом, да, так тоже можно сделать. В библионе там как бы сразу файл библиотеки ставят такой символ. Ну, это разные полиси. Я скажу зачем. Затем, что вы не можете поставить два девилла разом. Куда будет эта символная ссылка? На 100.1 или на 100.0? По-моему, это разрули через альтернетис. Вот это в DB они точно не разрули через альтернетис, потому что там тогда их альтернатив будет просто чертову прору. Вот. Но в любом случае, в любом случае, и у того, и у другого шаблона использования есть недостатки. Вот. Я сейчас говорю не об этом. Я говорю о тех граблях, которые вас преследуют, когда вы используете инсталляцию из архива. Да. Суновидность в том, что выяснено после SO, правильно? Нет. Это некая внутренняя штука, которая зашита внутри библиотеки. Дописывание после SO – это результат работы программы LDConfig, которая сама создает такие файлы, либо это уже заранее сделанная работа, проделанная этим самым монтейнером, который, собственно... Как правило, вот эта вот мажорная версия, вот эта вот. Вот это вот она. Вот. Что еще бывает в случае, если вы используете программу из архива такого нерабочего? Надо понимать, что большинство препаритарщиков современных, они все-таки считают статическую сборку таким last resort, то есть последней надеждой. Если у вас не получилось поставить ни то, ни другое, ни пятое, ни десятое, ну поставьте, мы специально для таких людей, как вы сделали статическую сборку, она занимает там 200 мегабайтов, ну потому что там все библиотеки. Но оно хоть как-то будет работать. Ну вот это надо понимать, что если вам нужно, чтобы оно работало хоть как-то, то вот вы это получите. Есть еще третий вариант. Он является... Да нет, я хотел сказать, что он компромиссный между первым и вторым. Нет, он своеобразный такой вариант. Это, собственно, программа-установщики под Linux. Выясняется, что очень многие люди любят делать установщики под Linux. Вы его запускаете, а он устанавливал, как под Windows. Вот. Установщики. Гуглобус раньше так устанавливался, по-моему. Установщик под Linux – это зло. Почему? На первом месте, однозначно, будет вот этот раздел порча файловой системы. Уж чего-чего. А вот он будет раскладывать свои файлы, куда ему бог на душу положит. Понятное дело, что есть такие аккуратные люди, которые пишут установщики, но все раскладывают в слэш-опт. Есть такие аккуратные люди. Спасибо им большое. Или в домашней директории. Да, или в домашнюю директорию. Тоже неплохо. Вот. Но, как правило, да, если вас говорят, вот запустите из-под рута наш великий установщик, то, в общем, это плохой знак. Вот. Значит, порча файловой системы, в первую очередь. И пространство. Вот. Второй плохой знак состоит в том, что там будет еще деустановщик, который будет что-то удалять. Значит, как в винде же. Вот. И практически наверняка установщик, программа сделана вместе с установщиком, потому что она что-то делает с вашей операционкой. Лазит в какие-то конфиги, что-то там перезапускает. Причем, разумеется, исключительно так, как думали авторы этого установщика, и никак иначе. Да? Ни о какой пэкэджинг-полисе, ни о каком соответствии, дисциплине текущего сообщества, то речь уже вообще не идет. Вот. По этой причине я вот считаю, что это самый вредный способ установки программ. Другое дело, что некоторые только так и распространяют. Драйвер NVIDIA, он свободно распространяемый в составе дистрибутивов. Если он скачивает, он скачивает, он скачивает. Об этом мы сейчас поговорим, чуть позже. Про драйвер NVIDIA, вообще про еще один метод установки программ, который здесь пока не отмечен. Давайте я сначала доскажу эту часть, а потом перейду к следующей. Ну, погодите. Давайте все по очереди. Значит, в данном случае я имею в виду установщика бинарников. Дело в том, что драйвер NVIDIA сопровождается установщиком, потому что он собирает драйвер. Из библиотеки и исходных текстов. Я ей говорю про установщик бинарник. Вот. Значит, так, так, так. Да. По-моему, я... А, да, есть еще третий вариант, четвертый вариант. Этот вариант работает в случае, если вы имеете дело с программами, которые написаны на чем-то кроссплатформенном. На Java, на Python. Кроссплатформенном. В принципе, он повторяет вариант номер два. Потому что, как правило, кроссплатформенную программу вы просто скачиваете и запускаете. И для этого вам нужно, чтобы у вас была запускающая система, ну, скажем, Java. Или, скажем, Python со всеми нужными модулями. Но поскольку интерфейс к модулям в Python, он как бы стандартный, вне зависимости от того, на какой операционке это происходит, то полученная программа запустится и заработает. Вот. Понятное дело, что вы не застрахованы от всяких кривостей, и вся такая замечательная программа, написанная на Python, внезапно там что-нибудь открывает на диске c:// там чего-нибудь. Такие тоже бывают программисты. Вот. Но, во-первых, да, во-первых, это просто признак такой откровенной неграмотности, потому что в том же Python прямо и непосредственно есть функции по работе с файловой системы кроссплатформенной. Вот. Ну и вообще, нужна ли вам такая программа, в которую написал такой программист? Ну, во-вторых, в исходниках можно поправить, это вам не Java, да. Вот. А что касается Java, то там вообще отдельная виртуальная машина, и очень много приложений Java работает, не глядя туда, куда ты их засунул, вне зависимости, ни от чего. Вот. Я грешным делом даже эксплуатирую одну такую программу, довольно активно. Вот. Я использую одну программу не из репозитория. Она называется J-Dunloader. Это мега-дунлоудер для всяких файлов помоек, который написан на Java. У него порядка 300 плагинов с разным файлов помойкам, огромная комьюнити, которая пишет эти плагины. Он, по-моему, даже свободный. Вот что-то мне так лениво компилировать. Тик Java скачал, запустил. Вот. Кстати сказать, это такое немножко ответвление от нашего общего разговора, оно заключается в следующем. На системе глобального пакетирования клет с вином не сошелся. Вот. Ну, свет к линым. Потому что существуют достаточно обширные области, где пакетирование линуксовое, такое в стиле, в линуксовом стиле, смысла не имеет никакого. Типичный пример это, ну, скажем, плагины к Firefox. Да? Для того, чтобы их, во-первых, их тысячи, по-моему, сотни тысяч уже сейчас. Вот. Ну, нужно быть полностью сумасшедшим, чтобы их всех попытаться засунуть в пакет, затолкать в сохранилище и их монтанить. Вот. Вообще, засовывание плагинов к Firefox в пакет нужно только в одном случае. Это когда вы хотите, чтобы вне зависимости от наличия сети, после установки дистрибутива, у вас уже сразу были работающие плагины какие-то. Вот, например, таким способом в тот же самый Simple засунут, вы меня, простите, Яндекс.Бар. Это просто у нас договоренность с Яндексом есть. Вот и все. Не более того. Вот они хотят, чтобы в состав Simple входил Яндекс.Бар. Да? Где? Как это? Забыл уже. Remove. А где-то remove. И он отлично выпиливается. Но еще раз повторяю, да, это... Или, скажем, в состав школьных старых дистрибутивов у нас входил по умолчанию сразу от блока еще чего-то там. Просто потому, что нужно было, чтобы при запуске это уже был. Но в принципе, в принципе, да, так никто не делает. А флэнсайд, зачем от блока или интернала? Еще раз. Чтобы он был после установки. Сразу. Только для этого. Почему все время флэнсайд, плагин, тихая, плагин, субъектива? Потому что без флэша у вас плагин сайтов работать не будет. Вот когда их всех перепишут на HTML5, вот тогда и будет работать. Вот. Кстати, это ответ тот же самый, да? Флэш-плагин кладут в дистрибутив для того, чтобы после установки это уже работало. Вот и все. Так вот, есть еще целый ряд таких платформ для запуска приложений, помимо Firefox, которые тоже есть платформа для запуска приложений. Целый ряд такого рода платформ, по поводу которых вопрос их превращения в линуксовый пакет открыт. Это даже не столько Java как таковая, сколько, допустим, плагины к каким-то средам на базе Java. Да, плагины к Eclipse упаковать можно только из соображения, чтобы это все можно было установить без сети. Потому что во всех остальных случаях Eclipse сам с этим справляется намного лучше. Он сам скачивает, сам обновляет, сам все делает, да? Профессиональные разработчики на питоне недолюбливают упаковку питонных пакетов, питонных модулей в пакете. Потому что у питона есть свой собственный способ дистрибуции, вот, яйца, так называемые, питонные. И во многих случаях это удобнее. Вот, если у вас большая разработка такая вот серьезная, да, там, со всеми пирогами, да? Но здесь вот как раз вступает вариант номер два. Огромная туча пользовательского софта написана на питоне по этой причине. Это все должно устанавливаться из дистрибутива так. Безо всяких там яиц и прочих вот непонятных упражнений со стороны администратора. Вот. Это все рассуждение относительно кроссплатформных приложений. Не исключено, что вы их скачаете, как бы посмотрите, что им нужно и запустите. Чтобы закрыть эту тему, чтобы закрыть эту тему, напомню, что в Linux есть возможность запуска приложений для других операционных систем. В первую очередь, это достаточно ограниченные, но все-таки работоспособные возможности запуска Windows-приложений, по крайней мере, тех, которые написаны на WinAPI, которые обеспечиваются штукой под названием Vine. Вот. Это я к чему? Ну, если у вас есть задача запустить какое-то виндовое приложение, в особенности, если у вас нет задачи его там агрессивно использовать в бою, а именно запустить, то вы вполне можете попытать счастье с Vine, и у вас может все получиться. Кстати сказать, нередки, я бы даже сказал, довольно часто случаи использования Vine именно в боевых условиях, то есть, там, для гонятия офисов, еще чего-нибудь. Вот. Vine — это акроним. Он расшифровывается как Vine is not emulator. Vine is not emulator. Ну, как обычно, рекурсивный акроним, так часто бывает в мире свободного софта. Вот. Идея его стоит в том, что он в действительности не эмулятор, он не эмулирует вам машину с Windows. Он вам только исполняет системные вызовы, системные и библиотечные вызовы Винды. Вот. Идея исполнения системных и библиотечных вызовов Windows состоит в том, чтобы... Ну как, ну, бинарник, он же бинарник. У него есть, как бы, код, который, ну, для процессора одинаковый. И вызовы функций. Вот эти вызовы функций нужно удовлетворить. Вот и все. Вот. Эти функции могут быть обращением к индру Windows, а могут быть обращением к каким-то дейлелькам. Вот это тоже надо уметь делать. И Vine так как-то делает. Вот. Идея состоит в том, что если вам, как кум-тыква, который, когда кирпичей не хватает, собирался приспосабливать бумагу, вот если вам не хватает каких-то дейлелек, вы всегда можете их докачать и взять из обычной винды, подсунуть, и они будут работать. А это не противоречит? Противоречит. Вот. По крайней мере, идея изначально была именно такая, что вы, как бы, доставляете по мере. Это не всегда противоречит, скажем так. Вот. На сегодняшний день Vine поддерживает довольно большой объем приложений, которые работают в нем весьма и весьма шустро. Вот. В Vine есть поддержка DirectX, до девятой версии включительно, да. В Vine есть... Ну, в общем, много чего есть. Я скажу так. Практика показывает, что работа с диском в Vine работает существенно быстрее, чем в Виндзе. По причине двойной буферизации. То есть, изначально там все крутится где-то на уровне, где до кэша, в смысле до реальной записи не доходит, и поэтому там все... Однако, не стоит надеяться, что все будет очень здорово в Вине. По одной простой причине. Поскольку код Windows, естественно, он закрытый, развивался довольно долго, очень много, очень много, это там, по утверждению некоторых людей, аналитиков процентов 80. Этого кода, это заплатки, наценные на то, чтобы работало... После обновления всего ядра Windows, продолжали работать старые приложения, в которых были какие-то ошибки или какие-то несоответствия, которые раньше... раньше, как бы, скрадывались, ну, по принципу взаимопоглощения глюков, а вот после обновления они вдруг выявились. Такого кода в Windows очень много. Его там нереально много, несравнимо, ни с каких другой, ну, скажем так, по слухам его это очень много. То есть идея состоит в том, что, поскольку у людей была просто договоренность, да, о том, что будет обратная совместимость, эту обратную совместимость обеспечивали, там, ну, буквально, вот такая-то версия, там, не знаю, Delphi запускается, да, значит, у него вот такие-то, такие-то файловые операции, а вот эта файловая операция у него там с глюком, там, значит, не очищается буфер. Давайте мы его за нее очистим, и все будет работать. Вот. Я это говорю не совсем по слухам, буквально вот в эти выходные я занимался одним деградейшном в Вайне, в нем перестала работать некая программа, которую моя супруга активно использует. Вот. После долгого анализа кода и долгого, ну, долгого, относительно долгого анализа кода, я обнаружил следующую вещь, что этот деградейшн внесли в Вайн ребята из кода Weavers, которые делают продукт под названием Кроссовер. Вот. Ради чего? Есть такой инструмент в Виндовсе, называется OLE. Вот. Это такой ад, адский, по обмену объектами. Вот. Я помню, что вот когда он появился, все плакали, потому что ужасно сложный, там какой-то иерархия, еще чего-то, в общем, такая вот замороченная структура. Вот эту поддержку OLE ребята из кода Weavers прохакали, вот на какой счет. Оказывается, довольно много программ, которые регистрируют себя как дроп-интерфейс, но при попытке вызвать стандартную win-API-функцию квери-драг-дроп или что-то в этом духе, они просто падают. Потому что там этого нету. Реализации квери-драг-дроп-квери там просто нет. И вот ребята из кода Weavers, в хакале, в Вайн еще один патч, который позволяет за эти... То есть, когда приходят... Ну, я точно подробностей не помню, но они вот эту информацию держат сами. Теперь приложение не обязано знать, что оно зарегистрировало драг-дроп-интерфейс. Вайн за него знает это сам. Вот. Вот такие патчи они туда внесли, но при этом не разобрались в логике рев-каунтеров вот этих обработчиков драг-дроп. В результате они освобождают память раньше, чем все обработчики как бы делегистрируются. И там при очередной делегистрации происходит разменование уже освобожденной памяти. Вот. То есть, реально ребята пытаются... Да, в Винде все работает при этом, понимаете? Да, вот эта часть работает в Винде. То есть, Винда, видимо, как-то разбирается, что вот это данное приложение не умеет регистрировать драг-дроп-квери, и поэтому, значит, за него надо как-то вот отдельно это делать. Вот. И вот такого в Виндовсе очень много, а в Вайне не очень много по причине того, что ресурсы ограничены. Не надейтесь... Ну да, и помимо этого, в Вайне есть естественно баги. Не надейтесь, что эта гонка когда-нибудь будет... Что в этой гонке можно выиграть, да? Невозможно выиграть в гонке за лидером. Помните, что такое гонка за лидером? Когда этот мотоцикл за ним едет велосипедом. Вот специальная такая, да? Вот невозможно обогнать мотоцикл в такой гонке. Вот и здесь то же самое. Единственное, что стоит заметить, что Microsoft отказывается от Винапи активно. Вот, и на сегодняшний день стандартным Винапи является в Вайне. Потому что он его реализует по крайней мере одинаково. Вот. Кстати сказать, по утверждению моего знакомого Виталия Калепатова, директора компании Tersoft, которая делает такой специальный извод в Вайна для российских палестин там со всякими пирожками, чтобы работало то, работало это. В том числе и несвободные у них есть продукты. Там за какие-то типа 4 тысячи вы можете купить что-то, что работает с каким-то конкретным 1С. Ну вот. Виталик говорит, что у них есть и активно внедряется сейчас у пользователей Вайн для Windows. Вот. Потому что есть программы, которые такие, ну, считаются отраслевым стандартом и при этом не работают под семеркой, допустим. Такие дела. А если на подобное было и Windows тоже? Да, 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 да. Кстати. Там, я помню, как-то изменили поведение нахоты, что через свои рамки программы... Да, и пришлось сделать LD-прилот, специальный врапер, который, значит, да. Но это все было, понимаете как? Это все было открытым текстом написано, и любой, кому надо, мог это дело изменить. Вот в чем дело. Ну ладно. Мем копия. Что? Да, 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 да. Оно самое. Держи LD-прилот, все работает. Ну окей. Значит, чтобы уж быть до конца хитрым, скажу, что еще есть какое-то количество эмуляторов, которые позволяют эмулировать всякую разную вещь. Ну, например, любая программа под DOS, именно так, любая программа под DOS будет работать под Linux в эмуляторе DOSBox. Любая, скажем так, понятно, что к контр-общности ставить это дурной тон, но я скажу так, под DOSBox работает гораздо больше программ, чем под DOS. Когда у меня был DOS на компьютере, там много программ глючило и не работало, а теперь они все под DOSBox работают. Почему я вспоминаю про эмуляторы? Потому что эмуляторы даром, что возможно делают такое совершенно изолированное окружение, они так или иначе интегрированы с операционной системой. Ну, например, DOSBox использует реальные файлы. По этой причине можно вполне реально использовать DOS-ские программы, которые кладут свои файлы в Linux-овую файл систему и дальше с ним что-то делать. В прошлом году мы даже с одним сотрудником кафедры, с Павлом Сутыриным, сотрудником кафедры алгоритмических языков делали доклад на эту тему, что вот, мол, ваш любимый Турбопаскаль можно запускать и в Linux-е никаких проблем. Вот. Такие дела. Ну вот. У меня как раз осталось полчаса на то, чтобы рассказать, как собирать программы под Linux. Не слышу... Да, не слышу гомерического хохота. Собирать. Ну да. Смотрите-ка. Это очень важно на самом деле. Почему именно полчаса? Потому что я не собираюсь об этом говорить в этом семестре. Даже в следующем не собираюсь. Я надеюсь прийти к этой теме к следующей... Вот следующей осенью. Не этой. Смотрите-ка. Это... Это важно понимать. Очень часто обращаясь к кому-нибудь, вы говорите, вот есть программа, типа хочу ей воспользоваться. Но она как-то не запускается. Я скачал .tar.gz, а он не запускается. А человек говорит, это Linux, бери и собирай. Да? То есть, вот такая позиция, когда вы все делаете руками из исходных текстов сами, самостоятельно собираете программу, она довольно часто, до сих пор, по-моему, до сих пор довольно часто наблюдаема в Linux-овых сообществах. Вот. Давайте. Особенно... Особенно это касается всяких свободных программ такого старорежимного толка, не очень больших, с десятилетиями истории, с какими-то полезными функциями. Вы туда приходите и смотрите руководство по установке. По установке. Руководство по установке говорит, распакуйте вашу программу в каталог, скажите, крибли, крабли и бумс. Да, значит, конфигурия это крибли. Ну, давайте, крабли это что? Правильно. А бумс? Макинсталл. На этот случай, если тогда уже были автотурсы. А? В случае, когда уже были автотурсы. Ну, я надеюсь, что вам не придется собирать программы, которые были вышли на промышленный режим до того, как придумали автотурсы. Я думаю, что их уже все собрали просто давно. Вот. Значит, чтобы вас вот это дело не не прельщало. Скажу так. Вот с этим могут справиться даже человекообразные обезьяны. Или люди, которые никогда в жизни не просто не видели компилятора, а даже не знают, что это такое компиляция. Это плохое. Сейчас скажу, почему. А смысл? Смысл этим заниматься в этой форме. Есть единственный случай, когда вам приходится заниматься этим в этой форме. Когда этот софт настолько уникальный, что в другой форме он не существует. Вам ему приходится руками собирать. Тот факт, что вот это вообще приводит к какой-то работоспособности, вам, как пользователю Linux, такому, вот, условно говоря, верхоглядкину, такому, который только-только пришел, начал работать с Linux, ничего не дает. Вы не знаете, куда происходит этот install, вы не знаете, какие файлы туда проинсталлировались, вы не знаете, что у вас случилось с операционной системой после этого make-installer, да? Вы, вообще говоря, не будучи программистами, если вы, или, скажем так, не будучи линукционными программистами, не вполне хорошо себе представляете, что за процессы лежат за этим конфигурим make и make-installer, потому что ни один из них не компилятор, обратите внимание. Да? Вот. Ну, вот, и главное, никто не гарантирует, что это у вас заработает. Скорее всего, вам понадобится поставить целую кучу инструментов разработчика, да, в которых вы, возможно, не разбираетесь. Еще раз, я сейчас не нацелен на тех людей, которые знают, что стоит за этими словами. Я сейчас рассказываю, почему при, вот из этого всего списка, да, и это далеко не самый лучший вариант установки софта. Потому что большинство действий, которые вы здесь производите, они абсолютно шаманские. Вот. Для людей, которые не являются, я не говорю профессиональными, да, потому что не нужно быть профессиональным разработчиком, чтобы что-то делать в Linux, но которые не являются разработчиками. И обратно, если вы, являясь разработчиками, на голубом глазу, говорите человеку, который говорил, я скачал TARGZ, он не запускается, чувак, распакуй, делай конфигурию, make, make, install, вы совершаете самую большую ошибку, ну, скажем так, как Linux-агитатор, точно. Если вы хотите, чтобы человеку навсегда надоело пользоваться Linux-ом, вот советуйте ему вот это. У этого, значит, я все еще продолжаю это говорить, как если бы тут было что-то плохое, да? У этого метода есть несколько достоинств, да? Теперь будем говорить о хорошем. Достоинства первое. Если вы достаточно подкованный не в Linux, а вообще в области там программного обеспечения человек, то вам может захотеться разобраться, а что же это вот все такое, полезть внутрь, и эта часть информационного пространства, она информационно полна. Вам расскажут все, то есть вы можете понять, вы можете постигнуть абсолютно все тонкости, связанные со сборкой ПО, да? Потратить на это изрядное время, но получится довольно много экспы. То есть у вас, ваше профессиональное качество, как разработчика, от изучения всей этой машинерии повысится, то есть, ну вот, без вопросов, да? Кроме того, отдельная часть людей, которые в принципе компьютерно мотивированы, которым вообще вот все эти игрушки интересны, да? Получат просто удовольствие от того, что с этим разбираются и этим занимаются. Вот. Сомнительное, кстати, сказать, я так говорю, как будто это что-то хорошее. Вот. Тем не менее, более того, существует некоторое количество так называемых source-based дистрибутивов, в которых в принципе не поощряется понятие бинарный пакет, а есть понятие исходный пакет. Вот тут нет Володи, который вот рассказал бы про Arch, что-нибудь такое. Вот. Ну, такие из самых популярных source-based дистрибутивов это Linux from Scratch, разумеется, но он отдельно, у него такое немножко учебное предназначение. Arch, Gintu, Slackwari в каком-то смысле. Arch бинарный, да? Значит, я с кем-то путаю. Там Pacman есть, да? Ну, в общем, есть какое-то количество дистрибутивов, они до сих пор существуют, в которых происходит не установка пакетов из хранилища, а установка пакетов путем их сборки, на основании спецификаций. Арчи возможна бинарная source-based сборка. Да, вот, по-моему, тоже Arch в свое время был исключительно source-based сборка. То, что там есть Pacman, это только его улучшает, потому что можно и так, и сяк. Как и в Динуток, тоже можно бинарный. Можно делать этот самый бинарный имеж, да? Вот. Значит, я хочу подробнее остановиться на source-based дистрибутивах, чтобы внезапно не спровоцировать какую-то войну, потому что очень часто бывает, что люди, которые пользуются source-based дистрибутивами, они относятся с презрением к тем, которые пользуют бинар без дистрибутивов, не наоборот. Значит, когда было это все затеяно? Давным тому назад. Достоинства source-based дистрибутивов состояли в следующем. Первое. Вот то, о чем в свое время Генту очень много говорили. Все локальные сборки, то есть, когда софт собирается на локальной машине, оптимизированы под аппаратное наполнение вашей локальной машины. И, соответственно, вы можете спрофилировать их для вашего процессора, подумать о том, собирать их там с пожиранием памяти, но быстро, или наоборот медленно, но зато, так сказать, компактно. И много-много-много всяких ключей сборки, которые, значит, вы можете предусмотреть, чтобы ваш пингвин был самым быстрым пингвином в мире. Ну, потому что Дженту это самый быстрый пингвин в мире. Он быстрее всех плавает. Ну, не летает же. Вот. Летают все пингвины совершенно одинаково. Ж, оно всегда одинаковое. Ну, может быть, там на экваторе они должны летать чуть-чуть медленнее, да? Ну, потому что или нет? Быстрее, наоборот. Ну, может быть. Бог с ним. Это уже детали физические. Да. Значит, второй немаловажный компонент source-based дистрибутивов это вот эта видимость того, что вы хорошо потрудились. Вот в Ubuntu вы называете один клик, а в GENTU вы открываете мануал и выполняете какую-то последовательность действий, которая приводит к тому же самому, что у вас образуется пакет. Почему это до какой-то степени видимость? Потому что это такой же крибли-корабли-бунс. Можно выполнять эту последовательность действий, совершенно не соображая, что она на самом деле делает. За что... что в этом хорошего? То же самое. На самом деле, поскольку это уже не какая-то такая абстрактная общемировая традиция, а конкретный Pack-GIM-полиси для конкретного GENTU, разобраться в этом будет еще проще. Почему? Потому что программы уже как-то собираются, когда вы смотрите на последовательность, на последовательность сборки пакетов в том же GENTU или в какой-нибудь FBSD, вы уже не рассматриваете внутренности сборки того или иного софта, а рассматриваете вопросы, как эту конкретную программу адаптировать и собрать под GENTU или под FBSD. Тем самым вы можете себе позволить плохо разбираться в этих криблях, краблях и бумсах, но начать лучше разбираться в архитектуре дистрибутива. То есть начать с того, что вам интереснее, что вам ближе как к пользователю, может быть, вам действительно не очень интересны детали вот того, откуда берется конфигурия, а вот детали того, как взять и собрать абстрактную программу под вашу GENTU, вам интересны, потому что там послезавтра вы столкнетесь с этой проблемой, вам понадобится собирать что-то, чего нету в бинарных хранилищах. Вот. За что еще не любят бинарные source-based дистрибутивы? Совершенно незаслуженно. Считается, что source-based дистрибутив, ну, почти незаслуженно, source-based дистрибутивы ненадежны, то есть каждый раз, когда вы что-то собираете из исходников, оно собирается по-новому. Это правда. Вот. Но на этом я остановиться не буду. Считается, что source-based дистрибутивов не очень хорошо с зависимостью и вообще со всякими обновлениями. А вот это неправда. Потому что так было, скажем, 10 лет назад, на сегодняшний день с точки зрения оперирования вот этими пакетами как системой, дистрибутивы, в которых реально происходит сборка на локальном компьютере, и дистрибутивы, в которых реально происходит сборка где-то там, отличаются очень мало. Там есть понятие зависимости, там есть понятие обновления. Фактически они отличаются только тем, где запускаются инструменты сборки. На локальной машине или на сборочном фекторе. Там есть понятие глобальной видимости, между прочим. Там есть понятие сборочные сервера, и в Арчееве, и в Убунте они есть. То есть тот пакет, который вы собираетесь здесь и сейчас на своей машине, на самом деле уже собрался на сборочной ферме и протестировался там. То есть разница стоит только в том, насколько имитация трудовой деятельности является имитацией, или вы действительно это делаете по какой-то причине и понимаете, что делаете. Нет, ну собственно, ровно одна разница в том, что сборка происходит в source-based всегда, а в бинарных только если человек очень захотел. Да, спасибо, Евгений, отличное напоминание. И обратно, никто не утверждает, что в современных binary-based дистрибутивах, то есть в дистрибутивах, в которых вы выкачиваете пакеты бинарные из хранилища, невозможна source-based сборка. Ничуть не бывало. Я бы сказал даже наоборот, в какой-нибудь альф-линуксе source-based сборка это просто как 7 копеек. Вы разворачиваете одной командой, одной изолированную среду для сборки, которая будет собирать вам под какую хочешь хранилище. Одной командой заталкиваете туда исходник. Если этот исходник уже как бы в формате Сизифа, то этой же командой вы его пересобираете. Можно. Тоже одна команда. То есть вот чем я занимался, когда отлаживал этот чертов вайн. Я взял из Сизифа новый пакет вайн и собирал его в шестую платформу в стабильную. Это делалось одной командой. Потом я туда залез, поставил туда, как начинающий программист, отладочную выдачу с помощью... Ну, только не принтефа, конечно, а ERA, но это не важно. И смотрел на эту отладочную выдачу. Ну, есть люди, которые используют Валгринд. Или еще чем-нибудь такое. Зачем ставить отладочную выдачу, если есть инструменты? Но я как бы не каждый день занимаюсь отладкой. Окей. Значит, итак, на сегодняшний день, возвращаясь к заявленной вот этой подтеме, существенного различия между source-based и binary-based дистрибутивами практически нет. Возможно, единственное различие – это платформа, на которой происходит сборка основная. Если эта платформа – ваша конкретная машина, то сборка у вас уникальна. А если эта платформа – это, собственно, сборочная ферма, то там все установки операционной системы из пакетов, взятых с сборочной фермы, они все одинаковые. И там проще искать баги или, по крайней мере, их отлаживать проще. Вот и вся разница. Во всем остальном разницы нет. Возвращаемся к инструментам сборки. Итак, для того, чтобы самостоятельно собрать программу под Linux, нужно, ну, две вещи. Нет, две или три вещи. Первая вещь – это везение. Вам должно крупно повезти, чтобы крибли корабли и бум сработали. Не потому, что, еще раз повторяю, не потому, что там это требует каких-то мега знаний. Но каких-то знаний это требует. А потому, например, что в вашем дистрибутиве и в вашем хранилище этой программы нет, потому что она не собирается. Очень часто бывает. Вот почему-то ее нет. А потому что ее там, вот она так написана, что она собирается только под солярку, и все. Вот так вот она устроена. То есть, первое, да, вам нужны вот некоторые доли везения, чтобы тот объем работ, который нужно приложить, чтобы это все заработало, ну, если оно у кого-то работало, то, наверное, заработает и у вас, чтобы этот объем работ был небольшой. Второе. Вам нужны знания в инструментальных системах. Это, в первую очередь, инструменты, собственно, подготовки, то, что получился конфигур. Я не знаю, как это вообще назвать. Мы их назвали профилированные, это не профилированные ни разу. Инструменты адаптации к сборочной среде. Второе. Вам нужны знания относительно самой сборочной среды, то есть, какие инструментальные библиотеки используются, как бывает, когда их используют, потому что, скажем, если написано на QT, там тоже все не все непросто, там есть некие стази сборки, да. Вам нужно знания об инструментах самой, собственно, сборки, там, о компиляторах, о чем-нибудь таком, вам и о метаинструментах, о всяких там мейках, цимейках и прочих делах, вот. И вам нужно иметь некоторое представление о том, насколько вот этот мейк-инсталл в результате будет хорош. Это как бы два, две вещи. Везение и знание вот этой самой, хотя бы на уровне информации, да, на уровне обладания сведениями, о том, как устроена кухня разработки под Linux. И третье, что вам нужно знать, это вам нужно знать, как устроена packaging policy в вашем конкретном дистрибутиве. То есть, на самом деле, сборка какого бы то ни было программного продукта под Linux состоит из двух этапов. Первое, сделать так, чтобы оно собралось и как-то заработал. Второе, превратить в пакет. Здесь требуются навыки в основном разработческие, достаточно разные, мы об этом когда-нибудь поговорим. Здесь при превращении из исходного в пакет требуются навыки монтейнерские, которые в первую очередь связаны с тем, какова специфика размещения файлов в файловой системе. Помните, мы говорили про ФХС? Так вот, ФХС это всего лишь базовый стандарт. Как правило, в сообществах формируются более четкие требования к тому, как должны называться библиотеки, как должны называться пакеты, где они имеют право лежать, где не имеют, ну и так далее. Вот. И плюс информация, значит, это packaging policy, как дисциплина упакетчивания. Дисциплина пакетирования. И, собственно, сами инструменты пакетирования. Ну вот, условно говоря, вы должны уметь понимать, что такое SPEC, уметь его составлять, или, по крайней мере, делать один файл спецификации из другого, вот, уметь его там писать в него и так далее. Инструменты сборки пакета. Инструменты сборки пакета. Самого пакета. Ну, в первую очередь, значит, там в RPM Basic дистрибутивах это будет RPM, а в Debian'е там достаточно много разных инструментов для того, чтобы сделать DPKG. Вот, которые предназначены ровно для того, чтобы имеющиеся исходники каким-то образом подготовить компиляции, собрать, и еще из них сделать бинарный пакет. Давайте я лучше, значит, здесь вот конфигурию make, make, install, это kribble, krabble, moons. Давайте я здесь перечислю еще раз список того, что. Инструментальные среды. Инструментальные среды. Ну, средства библиотеки, toolkits, widgetset и все остальное. Средства сборки. Адаптации к сборочной среде и сборки. А, давайте отдельно. Средства сборки. Ах, да, знание языков программирования. Значит, я не зря про это забыл и даже сейчас поставил это на последнее место. Я собираю несколько пакетов из исходников на перле. Ну, то есть, они не компилируются, конечно, но я перл не знаю. Они работают. Нет, ну, то есть, как? Я туда могу заглянуть и примерно что-то такое там вот похакать? Я даже их патчу, эти исходники на перле. Вот. Но тут скорее мне помогает опыт, чем знание перла, которое действительно у меня очень низкое. Или, скажем, на C++ я никогда не программировал. На фортране я программировал. А вот на C++ я никогда... Ну, в смысле, промышленно, да? То есть, я никогда не писал больших программ на C++. Тем не менее, я монтаню достаточное количество пакетов на C++ написано. Если программа собирается и работает у AppStream, да, то, скорее всего, она работающая. И вам не нужно быть мегапрограммистом на C++, чтобы ее изменить. Вот. Максимум, что вам нужно посмотреть, почему она не работает с текущим компилятором, а с предыдущим работала, вот. Потому что в текущем там что-нибудь ввелье дакое очередное. Или почему она у вас не собирается, а у них собирается. Потом выясняется, что у них по умолчанию в сборочную среду входит такая библиотека, а здесь у нас не поставлено, ее надо ставить. Кстати, конфигуре в этом очень сильно помогает. Ровно для этого он сделал. Вот. Обратите внимание, что вот этот список, он, во-первых, невелик. Да? То есть нельзя сказать, чтобы это была там целая отрасль, которую надо там полжизни осваивать. Во-вторых, он состоит из достаточно интересных вещей, не имеющих прямого отношения к Linux как таковому. Тут слово Linux, знаете, еще инструмент совместной разработки, ну, так, опосредованно нужно. Это, наверное, вот скорее вот сюда входит. Слово Linux здесь как бы в яви не присутствует. Эта область интересна для изучения обычным человеком, ради просто повышения своего профессионального уровня по части разработки программ как таковых. Смотрите. Инструментальные средства, ну, библиотеки, всякое такое. Средства подготовки кроссплатформных сборок и вообще сборок на разные операционные системы. Средства, сами средства сборки, языки программирования, средства дипломмента в данном случае, говоря о дисциплине пакетирования, и всякие инструменты, которые в сообществе позволяют людям пакет собирать проще, чем не собирать. Да? Все это, вообще говоря, в реальной жизни может понадобиться. Если вы собираетесь работать программистом, разработчиком, архитектором, кем-то еще, там, линуксоидом, неважно кем, не линуксоидом ни разу. По этой причине это отдельная интересная тема, которую я не хочу объяснять в течение получаса, а хочу объяснять в течение минимума семестра, а лучше двух. Вот. Но мы до этого еще дойдем. Что-то я еще хотел сказать на эту же тему. Да. Просто пользователю все это, в общем, не нужно. По этой причине я и не распинаюсь на эту тему дольше. Вот. А, вот что я хотел сказать. Хорошая комьюнити вокруг, там, дистрибутива, программного продукта, чем-то еще, должно быть устроено таким образом, чтобы общий объем работ, который всегда есть у разработчика, который связывается с свободным софтом. Ну, обновление, да, там, пришла новая версия, ее надо как бы втащить, там, что-то с ней сделать и так далее. Чтобы общий объем работ по сопровождению программного продукта в целом, то есть сборка плюс пакетирование, был меньше, чем общий объемный работ по сопровождению программного продукта, состоящего только из сборки. Меньше. То есть, если вы сделали пакет, то вам последствия, если вы собираетесь пользоваться этим программным продуктом, обновлять его, что-то там искать баги, еще что-то, вам впоследствии будет проще и легче жить с пакетом, чем каждый раз заниматься сборкой. Вот в комьюнити, в принципе, линуксовые дистрибуции, как это по-русски, это не совсем дистрибутивы, это именно хранилища, да, их, как бы, факт их существования как раз очень сильно зависит от того, насколько удобнее с хранилищем, чем без него. Это очень важно, но это лежит немножко в стороне от темы вот этих наших лекций, да. В эти понятия удобства входят, естественно, сборочные ресурсы, естественно, какие-то инструменты, которые на основании дисциплины пакетирования предлагают вам быстрый и легкий способ последующей, собственно, сборки, да. Вот. И много всякого, много всякого, чего вы не можете себя обеспечить. Ну, например, возвращаясь к началу нашего сегодняшнего разговора, в случае глобального пакетирования, вообще говоря, был бы очень здорово иметь инструмент, который высматривает какие-то глобальные изменения во всем хранилище целиком. Ни один человек сам по себе и даже ни один персональный компьютер сделать не в состоянии. Это в состоянии сделать только ресурсы сообщества. Вот, скажем, в нашем, в этом самом хранилище, которое называется СИЗИФ, сейчас работает такая дисциплина, которая запрещает понижать его цельность. То есть при сборке пакета обнаруживается дополнительное количество неудворенных зависимостей или, внимание, количество функций, которые требуются для работы, то есть вот библиотеку, там, кит-бинарник собирал, он требует функций в библиотеках, и этих функций стало больше не существующих, в глобальной таблице всех функций СИЗИФ. Такой пакет не принимается. Вот глобальную таблицу всех функций, предоставляемую всеми библиотеками, никто не в состоянии сделать. Это можно сделать только ресурсами всего сообщества. Такие вот дела. То есть технологические преимущества, они должны быть настолько очевидны, что человеку было проще становиться монтейнером, чем пытаться сидеть вот и это все дело крутить. Сколько монтейнеров? Значит, активных человек, наверное, таких вот, ну, реальных топлайнеров, человек 30, ну, больше, наверное. Всего в списке человек 300. То есть каждый монтейнер у всех кто пакетов? Кто как? Потому что есть огромные человекоподобные роботы, вот, которые монтейнят очень много пакетов. Ну, например, Виталий Липатов, огромный человекоподобный робот, он монтейнер дикое количество пакетов. Вот. А есть, наоборот, люди, которые по 1-2. Вот. Это, кстати, еще одна проблема современности, которая, в общем, буквально за последние 5 лет наросла, но я не готов сейчас про нее рассказывать, про эту проблему, как ее решать. проблему роботизации и все это безобразие. Ну, вот. Она слишком актуальна, чтобы говорить какие-то готовые решения на этот счет. Да нет. Ну, ладно, давайте не будем про это говорить. Да, пользователь пока не докатился. Вот, когда докатится, тогда и будем говорить. Окей. Все. Значит, на сегодня все. В следующий раз мы тогда говорим о сообществе, о дистрибутивах, о хранилищах. У нас еще осталась тема необходимые знания. И еще что-то я пропустил, я посмотрю по плану. Что? Что? А, лицензирование, конечно, спасибо. Что-то надо было с этого начать, конечно. Окей, тогда, может, в следующий раз про лицензии поговорим. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok